В этом зале школьники, студенты и представители молодежных организаций Владивостока. Каждому из них есть что сказать прокурору Приморского края. Именно с ним сегодня у них назначена встреча, которая так и называется – диалог с прокурором. Хотелось бы заранить вот эту культуру взаимоотношений между общественными организациями, между представителями общества и в данном случае с таким органом, как прокуратура. Перед началом встречи собравшуюся молодежь предупредили – можно задавать любые вопросы, даже каверзные. Ведь это беседы не ради галочки, а чтобы разобрать реальные проблемы региона. Молодежь активно увлекается в общественные процессы, пытается на них влиять, задает где-то даже неудобные вопросы для власти. И власть вынуждена в этих обстоятельствах принимать решения в рамках закона, взаимодействуя с молодежью, а значит мы будем идти вперед. Проект «Диалог с прокурором» федеральный и создан Общественной палатой Российской Федерации. Ее представители организуют такие встречи по всей России – от Калининграда до Владивостока. Наш город в этом году стал 37-мым, где провели диалог. Я считаю, что такие диалоги, открытые, прямые и прозрачные, должны быть не только с прокурором, но и со всеми другими представителями власти, в том числе самыми первыми лицами. Молодежь Приморья волновали разные темы – законная линия стройка на территории Дальневосточной академии наук, как справиться с подростковой преступностью и детским суицидом, кто должен следить, чтобы люки на дорогах были закрыты. Причем молодежь не только задавала вопросы и жаловалась на свои проблемы. Молодые люди советовались прокурорам и предлагали свои проекты. У меня есть такой проект, у меня и мои команды – это борьба с платными пляжами города Владивостока и вообще Приморского края. Наша организация давно работает над проектом инициатив по запрете продажи алкоэнергетиков. И сегодня мы пришли сюда именно с этим вопросом. Первый и весомый вопрос встречи – когда закроют мусоросжигательный завод в снеговой паде. Молодой человек предоставил прокурору кипу бумаг с жалобами горожан и столько же отписок, которые не продвинули дело. Во всех ответах, которые нам приходят, есть такая формулировка. Ну почти во всех, сейчас я зачитаю. В рамках действующего законодательства запах Российской Федерации не нормируется. Прокурор ответил, что в его компетенции не ринуться строить новый завод вдали от жилых районов, а обязать отвечающих за это людей сдвинуть дело с мертвой точки. Но оговорился, что это проект долгосрочный, и даже в ближайшие лет пять его решения можно не ждать. Органы государственной власти подойдут к программному обеспечению вопроса, связанное с будущим мусоросжигательного завода. Но в секунду здесь и сейчас этот вопрос, как бы ни хотелось, решить не получится. Все заданные вопросы, все проблемы региона общественная палата берет на контроль и проверяет их выполнение. Организаторы диалогов говорят, что высокая продуктивность таких бесед зависит от самих правоохранительных органов. Результаты есть. В пример приводят Республику Хакасия. Организаторы надеются, что такие диалоги с прокурором станут для нашего региона традицией. Ведь только так молодежь нашего края может беспрепятственно доносить напрямую свои инициативы, проблемы, предложения до правоохранительных органов, а те, в свою очередь, оперативно на них реагировать. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.